Приветствую, друзья! Хочу вам рассказать, чем опасно перенапряжение. Ну, стресс. Ну, такое состояние, когда вы ни о чём в этот момент думать не можете, вы волнуетесь. Вот это перенапряжение опасно тем, что происходит зависание. Ну, по существу формирование доминанты. Отсюда все вытекающие последствия. Поэтому нам надо время от времени разгружаться, выпускать пар, как я говорю, снимать лишнее напряжение, восстанавливаться, выходить на состояние безмятежности, нулевое состояние, когда нет страха, комплексов стереотипов и авторитетов. Есть вы со своей природой, которая в этот момент восстанавливается, подчиняясь законам природы. Подчиняясь этим законам, которые называются гармония. Да, в каждом из нас гармония, но иногда происходит зависание в веке напряжения. Это такое сильное потрясение, это впечатление, и вы находитесь под впечатлением, как под гипнозом. Ни о чём другом думать не можете. Почему это зависание мешает? Ну, это как в компьютере, когда нужно сделать перезагрузку, чтобы заново всё обновилось, запустилось, и мозг нормально заработал. Так, как мозг Творца, который способен видеть во всём чёрном даже, способен видеть белое, способен отделять чёрное от белого. И первый опыт этой внутренней свободы, знаете, когда у нас был? В полётах во сне. Вот где свидетели летают, говорят, растут. Вот эта невесомость, вот это состояние лёгкости, оно становится потом камертоном, чтобы мы отличали чёрное от белого. Итак, друзья, не зависайте. А если вы зависли, выходите на нулевое состояние безмятежности, и там восстанавливайтесь. Восстанавливайтесь. Сколько там пробывать, зависит от вашего исходного состояния. А если вы не выспались, то вам хочется там поспать. А если вы выспавшиеся, вам хочется перейти в творчество, в поток. Может быть, танцевать хочется, стихи писать и рисовать хочется. Вот у меня там, видите, белый холст. Под этой картиной, которую я в прошлый раз показывал, который называется «Холодно». Видите, какая она хорошая, эта картина. Какой личик такой, какой тёплый личико. Она пальчики греет над огоньком. Да, мне уже давали, здесь в коллективном разуме, мне давали советы, чтобы я пальчики сделал немножко телеснее, телеснее, теплее. Ну, может быть, сделаю, но эта картина маслом написана, это мно. Она у меня старая, мне не хочется её переделывать, поэтому, извините, друзья, этот именно совет я не восприму. А вот здесь, на белом холсте, мы с вами будем рисовать очередной шедевр. И, конечно, мы сделаем маленькое чудо. А иначе зачем заниматься чепухой? Папа мне говорил, когда я был маленький, чепухой не занимайтесь. Да, правильно говорю. Ладно. До встречи, друзья.